22 августа члены избирательной комиссии Волгоградской области получили в типографии бюллетени для голосования с 6 по 8 сентября 2024 года. Процедура соблюдается строго. Помещение, где хранятся бюллетени, открывается только в присутствии представителей политических партий, полиции и директора типографии. Затем уничтожают пресс-формы, по которым печатались избирательные листы. С помощью специальной машины уничтожили не только пресс-формы, но и весь типографский брак, о чем был составлен акт. Далее комиссия приступила к выборочному подсчету упакованных готовых к передаче бюллетеней. «Это бюллетень, который используется на тех участках, где будет использоваться комплекс обработки избирательных бюллетеней. Он имеет по краю маркер, который позволяет идентифицировать данный бюллетень комплексом по конкретной компании». Было проверено несколько упаковок бюллетеней для голосования с помощью КАИБов и несколько пачек для традиционного голосования. Количество и качество не вызвало вопросов. Бюллетени напечатаны для трех избирательных кампаний – для голосования на выборах губернатора Волгоградской области, для выборов депутатов Волгоградской областной думы от партии и по одномандатным округам. «Нам на печатанные бюллетени было выделено две недели. Собственно, мы уложились в этот срок. Сегодня отдаем. Бюллетени 3 миллиона 544 тысяч. Это соответственно на выборы губернатора и на выборы депутатов нашей областной думы по единому избирательному округу. Соответственно, еще будут бюллетени по одномандатному округу. Это очень важный заказ. Мы к нему готовились». Избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты. По акту сдачи приемки типография передала бюллетени избиркому. «Сегодня избирательная комиссия Волгоградской области получает типографии избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Волгоградской области и на выборах депутатов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу. Всего по каждой избирательной кампании было изготовлено 1 миллион 772 тысячи 50 избирательных бюллетеней по количеству избирателей, которые смогут принять участие в голосовании на указанных выборах». В течение дня транспортная кампания доставит бюллетени в 46 территориальных избиркомов Волгоградской области. Первыми их получат в Кировском и Красноармейском районах Волгограда. Потом бюллетени будут направлены участковым избиркомам. «С момента передачи избирательные бюллетени будут находиться под кровослуженной охраной сотрудников полиции». До конца дня все 60 тонн ценного груза будут развезены по региону. Чтобы 6, 7 и 8 сентября каждый избиратель смог принять участие в выборах губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы. Екатерина Латухова, Татьяна Крючкова, Сергей Григоренко, Елена Заборщикова. Волгоградская правда.